генерал унитаза головы выйдите на связь доложите обстановку офицер джемен доложите обстановку какого черта кто это сделал привет уроды добро пожаловать в ад значит принцесса а долина все-таки объявилась но куда пропал 9 б то есть моя дочь пропала а мое войско разбито что может быть еще хуже внимание заключенные арсений совершил побег и тревога твою материю капец что произошло где мы последнее что я помню так это то что твоя сестра вырубила нас да вы чуть не погибли а мы вас героически спасли и теперь вы находитесь в авалоне лета арсений настя я так рада вас видеть мы тебя тоже принцесса ада арсений а ты разве не должен сидеть в тюрьме у шефа меня спасли девчонки спасибо им огромное так вот куда вы убежали когда нас напали полчища туалетов мы подумали что с арсением куда проще будет разобраться с ними у этого шефа не тюрьма а фигня какая-то сначала я сбежала потом ты ага кстати а чё это гадина дочурка шефа делает с вами мы взяли ее в плен мой папочка никогда не пойдет на сделку с вами что даже не попытается спасти свою единственную дочь а зачем ему это он наверняка сохранил ее днк и просто себе новую сделает так давайте еще раз объясните мне все по порядку короче в ходе войны со скибеди туалетами мы узнали что главный скибедист это унитаза головой он направила нас целую армию скибеди туалетов а вы сбежали от нас мы не сбежали а тактически отступили ну да ну да только нам на помощь пришла лина она за секунду сожгла полчища туалетов а я свою очередь спасалась от своей прибабахнутой сестры гели которая захватила мой мир и отправила моего брата илюшу заточение в ужасную дефлисию капец вот это история а как там илюша ему наверное нужна наша помощь для начала нам бы и самим помощь не помешала а а потом на нас напала это соня вместе с киборгом и пятнадцатым акимом но у них ничего не получилось нам на помощь пришел шайлу шай шайлу шай шайлу шай кота смурфик а ты тоже про него знаешь ну да он всегда приходит на помощь девочкам которых обижают парни их язык состоит всего из четырех слов но вот он и навалял киборгу и пятнадцатому акиму вот как можно обижать и бить девчонок они же вообще не мужики ой кто бы говорил ты меня все время обижал когда мы встречались но не бил же еще чего не хватало у тебя бы ничего не получилось вообще-то я крутая темная эх а я помню времена когда ты была крутой белой я конечно дико извиняюсь но меня интересует моя судьба зачем вы притащили меня сюда в мир темных магов чтобы сварить из тебя зелья из таких как ты отлично получается смертельные еды да хватит ее пугать мы пока не решили что с тобой делать поэтому пока просто туси с нами чтобы ты никуда не сбежала используя магию подчинения доминатикус ну и каков дальнейший план раз уж мы в валоне то может быть вернем мое кольцо первой бабы яги это еще что за штука мощный артефакт круче чем кольцо власти и корона власти и чё это кольцо где-то здесь да его у нас дуревич выманил избежал а кстати вы реально тупые вас так легко развести мир темных магов давно искал это кольцо и теперь она у нас кажется пора зайти к нему в гости лето ты же тут училась за ребенка живет конечно тут каждый знает где живет владыка темных сил пойдем покажу а кажется это здесь ничего не пойму на этом месте раньше стоял замок а сейчас какая-то вонючая халабуда а может это иллюзия ща пойду проверю да нет реально развалюха какая то и чё вот тут живет владыка темных сил я бы лучшего мнения дуревича я думал он живет в замке с кучей наложниц все так и было я не пойму что произошло а может он доигрался с кольцом первой бабы яги как бы там ни было предлагаю сжечь это место зачем чтобы отомстить дуревичу я думаю будет рад если кто-то спалит эту развалюху даже еще не проблема давайте я сожгу не надо ничего жечь я и сама могла бы это сделать но мне потом будет негде прятаться эй слышь ты покажись мы не причините бреда эмбер эмбер люмен привет ребята ты чё знаешь эту мультяшку да она огненная девочка из фильма элементарно что ты здесь делаешь я тут прячусь от злого колдуна который вытащил меня из моего мира ты про дуревича это он сделал но что случилось здесь же был большой замок он экспериментировал с кольцом первой бабы яги вытащил меня из моего мира и заставил служить ему у них же тут в валоне нет газа и я работал у него вместо печки подогревала ему супчик и жарила яичницу а потом пришла какая-то злобная баба искала какой-то девятый б испарила владыку вальдемара а замок превратила в эти развалины с тех пор я тут прячусь а что за злобная баба как ее звали ее звали королева адской империи ангелина первая привет девятый б смотрите что у меня есть это кольцо первой бабы яги она у нее все верно а я смотрю вы крепкие орешки вас друзья спасли да ну тогда и у меня тоже должны появиться друзья вернее не друзья верные слуги и вон та огненная малявка для этого подойдет служи мне да ваше величество что ваших приказаний а еще я могу дать магию огня вот этой пленнице опачки какой неожиданный поворот сюжета твою мышь и как назло никто из нас не владеет магией воды а может их заморозить настя а ты что ни разу не видела как огонь горит на морозе вам это не поможет ну чё девочки повеселимся сегодня у нас на ужин будет шашлычок из крутых деток какая же ты тварь сестричка девчонки у меня есть план какой режим так это капец я стрелял в него огнем надо но и пофиг и на мои лазеры из глаз тоже никакого эффекта как и на мой лед пожарник потушить огнем лазерами и льдом ой они уже совсем рядом надеюсь мы хорошо спрятались девятый б куку ёжики тихо может быть они нас не заметят вообще то мы уже вас заметили у вас задницы из-за дерева торчат блин кстати мы еще мою супер силу не пробовали о будешь стрелять из своих малышных желез саша пора бы уже запомнить короче я пошла у ее ей кто это тут у нас глядите настоящая бабка ёжка я пока только учусь но уже многое умею сведи из болота ровно четверть ложки прямо сейчас узнаешь силу бабки ёжки и это все или еще какой-нибудь номер покажешь они непробиваемые короче пора валить отсюда шпильку кульму путра Вот блин, они убежали Поверь, они недалеко прыгнули Я ограничила мощность магии Леты и еще кое-что сделала Ничего не пойму, мы всего в паре кварталов и все еще в Авалоне А ты куда нас хотела перенести? На нулевую землю, кто-то ограничил нашу магию Блин, я не могу вызвать ни снежинки Ничего не пойму, я не могу становиться вурдалаком, но это же моя базовая функция Капец, мы в мире темных магов, за нами гонятся стремные девки, и в нас почти нет магии Без паники, возможно, что мы вместе кое-что можем Что мы можем? Мы можем собрать крохи нашей магии и устранить хотя бы одну из той жуткой троицы Кого, Эмбер? Я вообще пофиг на все наше магическое оружие Эх вы, девятый Б, какая сила сильнее и главнее магии Любовь? Ты предлагаешь, чтобы я поцеловал Лету? Я, конечно, обеими губами за, но что это нам даст? Вот кобель, я не собираюсь с тобой сосаться Да при чем тут ваши поцелуи? Вы же знаете, кого любит Эмбер? Ну, вроде бы какого-то водяного чувака Ну, типа противоположности притягиваются Ну так вот нам и надо превратить кого-то в этого водяного Его, кстати, зовут Вэйд Риппл Кажется, я знаю, кого мы превратим в Вэйда Вы что, сдурели? Здрасте, приехали, до свидания, уехали Это вообще как? Вы вообще видели эту Эмбер? Она меня испарит Иди сюда, мальчик Блин, девчонки, ну я вас прошу, пожалуйста Ну не надо, ну вы же этот, ну зачем вам оно, а? Ты мужик или нет? Девочки, собираем все остатки нашей магии и превращаем Арсения в Вэйда Нет Блин, девки, мне кажется, мы превратили Арсения совсем не в Вэйда Что со мной? Я кот-банан? Это что еще за... Я кот-банан и мне очень грустно Эй, ты чего? Сейчас же не время, чтобы рыдать Но может его слез хватит, чтобы потушить Эмбер? Вряд ли Короче, остатков нашей магии хватило только на это Превращайте меня обратно! Да у нас совсем магии не осталось, так что смирись Побудешь пока вот таким стрёмным, пока мы не найдем решение Я не стрёмный! Не обижайте его! Арсений, ты милый кот-бананчик! Да, ты такая пусечка, не плачь! Вы меня обидели и назвали уродцем! Ну что ты, кот-бананчик? Ты очень красивый! Правда? Ну конечно! Ты же такой милашка! Вы все врете! Я некрасивый! Ахахаха! Ну не плачь, не плачь! Успокойся! Что ты хочешь? Я хочу, чтобы вы мне сбили песенку! Какую нафиг песенку? Он не офигел? Девочки, нам нужно время, чтобы хотя бы немного магии восстановилось и мы смогли его расколдовать! Пойте! И какую ты песенку хочешь, котенок? Какую-нибудь колкидовскую, например, «Нет, ты не супер» И кто будет петь? Ну давай я попробую Нет, ты не супер, нет, ты не топчик, мы злые ведьмы, тебя мы заточим! Нет, мне не нравится! Ха-ха-ха-ха-ха! 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 Вот гад! Я так старалась, а ему не нравится! Вы меня гадом назвали! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Может, давайте другую песенку? Да! Спойте «Ятинка»! Так, давайте теперь я спою! Я тинка-тинка-тинка в рассвете лет, родители уже не авторитет. О, зачетный тазобедренный сустав. Смотрите, он перестал плакать. Да потому что он кобель, я ненавижу его, ни одной юбки не пропускает. Летка, твоя злость вернула тебе магию, срочно превращай Арсения в Вейда. Ребята, а нельзя меня вот в меня превратить, а не вот в этого водяного? Вот когда спасешь нас, тогда и поговорим. А вот и наш 9-й Б. Я же говорю, они недалеко прыгнули. А что это с ними за водяной чувак? Уэйт, это ты? Что ты здесь делаешь? Не, ну я тут типа, ну стою, тебя типа жду, типа. Любимый, иди скорее ко мне, я так рада тебя видеть. А ты меня не испаришь? Ну ты чего, забыл? Мы же научились делать все, что делают парочки, при этом без вреда для себя. Иди скорее ко мне. Ну ладно. Гибрид! Они что, друг друга уничтожили? Жесть, он же не был Вейдом и не знал, как правильно ее обнимать. Получается, ты буквально своими руками испарила своего бывшего в огне Эмбер. Этот гад смог потушить ее ценой собственной жизни. Какое самопожертвование? Капец. И что нам теперь делать? А ничего, приготовьтесь к смерти. Сестра, ты повторяешься? Арсений? Ну да, Арсений. А откуда вы меня знаете? И что вы вообще тут делаете? Я в первый раз вижу вас всех у себя на районе. Я не поняла. Это что, не наш Арсений? Вы странные. И, кстати, имя Арсения я ношу последний час в своей жизни. Я, кстати, как раз иду в ЗАГС города Авалона, чтобы поменять себе имя на более красивое. Я хочу быть Вальдемаром. А вы тут, блин, драться собрались. А драться вообще-то нехорошо. Это что, Дуревич? Только молодой? Вонючий пельмень. Мы с вами все не в том времени. Ну, помнишь, я тебе еще говорила про кое-какой сюрприз? Какой еще сюрприз? Слушай, а ловко ты это придумал? Запихнуть их в другое время. Я даже вначале не поняла ничего. Ты молодец. Да эти придурки такие наивные. Думали, что смогут меня победить. Ну ничего, пусть немного помучаются в дефлисии. Слушай, тут такое дело. Тебе же нужна только твоя сестра? Ну да, нужна была. А теперь пусть валяется в дефлисии со своим тупым братцем Илюшей. Ну, в общем, значит, тебе не нужен этот девятый Б? Как по мне, они меня вообще никуда не тарахтели. Лучше б я их грохнула. Дело в том, что они нужны мне, а точнее моему отцу. И что, ты хочешь, чтобы я их достала из дефлисии и отдала тебе? Ну да, не могла бы это сделать. Я просто хочу очень порадовать своего папу. Да нафиг тебе этот папа сдался. Мой отец, увидев мою мощь, предал меня и заточил в темнице на долгие годы. Но я выбралась оттуда и отомстила ему. Офигеть, вот это ты жесткая. Да, поэтому забудь про своего папашу. Он тобой попользуется только в качестве машины для убийств. А потом избавиться, когда ты станешь ему не нужна. Может, ты и права. Поверь, я знаю, о чем говорю. И что ты теперь планируешь делать? Поверь, вернусь домой в Адскую Империю и устрою пир. По случаю устранения всех своих конкурентов. Неплохо. А я вот не знаю, что теперь делать и куда идти. А пошли со мной, будем вместе завоевывать новые миры. А давай. Никуда вы не пойдете, пока не вернется нам в 9-й Б. Опа. А это еще кто? Да так. Парочку шестерок моего отца. Мы больше не его шестерки. Шайлушай заколдовал нас. И мы снова на стороне 9-го Б. Он нам приказал больше никогда не обижать девчонок. Да вам самим туда-сюда не надоело стороны менять? Мы больше не будем ничего менять. Мы твердо решили, что доберемся до твоего папаши и прикончим его. Пока вас тут не было, мы смогли добить оставшихся с кибиди туалетов. Так что твой шеф, Сонечка, теперь без армии. Да мне плевать. Делайте, что хотите. Я больше не хочу служить своему отцу. Тогда говори нам, где 9-й Б. Где-где? В Дифлисии. В Дифли... Где? Карманная вселенная в виде тюрьмы, из которой нельзя сбежать. Ну, если быть точнее, оттуда удалось сбежать только мне. Быстро возвращай их оттуда. Еще чего. И вообще, наскучили вы мне. Валите отсюда. Это что еще за чмо? Это тот гад, который спас 9-й Б. Тот тоже был синим, но не таким стремным. И он был маленьким. Это точно не тот шалушай, который она сначала вырубила, а потом сделала добрыми. Ну, конечно, дебилоиды. Я не тот шалушай. Да, это не тот шалушай. Тот шалушай мог сказать только 4 слова на шалушайском, а этот на русском разговаривает. Слышь, алкаш, ты вообще кто такой? Я не алкаш. Я шалушаю икзе. Я полная противоположность шалушаю. Отлично. Он нам ничего не сделает, королева. Он на стороне зла. Зато мы на стороне добра. Да мне насрать, на чьей вы стороне? Этот нулевой мир теперь мой. Убирайтесь отсюда, я стираю вас. Братан, что с тобой? Не знаю. Просто какое-то странное чувство. Ну, конечно. А какое еще может быть чувство перед контрольной? Контрольной? Ну да, контрольная по химии. А что с тобой сегодня, братан? Да так, ничего. Просто голова что-то болит. Что-то задерживается наша щука. Нехорошо как-то. Ну, может контрольной не будет. По правилам, если учителя не приходят в первые 15 минут урока, то ученики могут быть свободны. А сколько времени прошло за дунка? 8 минут и 34 секунды. Ха! Осталось меньше 7 минут подождать, и мы будем свободны. Ну что, 9-й же? Уже думали, как бы сбежать? Не получится. Блин, я уже надеялась, что щука не придет. Итак, здравствуйте, 9-й же. Здравствуйте, Ксения Вальдемаровна. 9-й же? Ксения Вальдемаровна? Итак, ребят, я надеюсь, вы не забыли, какой сегодня день? Четверг? Тишина! Сегодня у нас контрольная работа по щелочам. Все готовы? А-а-а, а я ручку дома забыла. Ой, сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Что, ждете, что я скажу знаменитую фразу про забытую голову? Дулечки. Значит, ручку забыла. Не переживай, Оля, я дам тебе ручку. Да блин, ну, Ксения Вальдемаровна, давайте перенесем контрольную. Ничего мы переносить не будем, совсем распоясались. Взяли листики и пишем контрольную. Эта щука бесит меня больше, чем наш учитель английского. Ага, селедка хотя бы не такой гнусной, как она. Да селедка по сравнению с ней вообще божий одуванчик. Я не поняла. Я что сказала вам шептаться? Я сказала вам взять листочки и ручки. Ксения Вальдемаровна, я не могу. Чего ты не можешь? Ксения Вальдемаровна, я дико извиняюсь, но мне буквально на 5 минут можно выйти? У меня что-то с желудком. Ну, начинается. Как только контрольная, у Акима понос. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, не надо быстро. Если через 5 минут не вернешься, ставлю кол за контрольную. У кого-нибудь еще есть проблемы со здоровьем? Или все-таки мы начнем писать контрольную? Не-не-не-не, все-все, пишем, пишем, пишем. Записываем. 37 февраля, контрольная работа. Да что садишься и створиться? Какое 37 февраля? Арсений, тебе что, отдельное приглашение нужно? Арсений, я тебя спрашиваю. Арсений стал косить под сумасшедшего. Я не буду ничего писать. Это почему же? Потому что я не ученик этой школы. Я вообще прибыл с другой вселенной. Из другой вселенной? Тебе что, плохо? Мне не плохо. Меня, Соню, Акима и вот эту девочку. Отправил сюда Шалушай Экзе. Что он, черт побери, такое несет? Арс? Какой еще нафиг Шалушай Экзе? Да он, походу, гонит. Да это вы все гоните, я думаю правду. Да, 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 конечно, правду. Давай выдохнем, успокоимся. Не надо меня успокаивать. Ой, да ну вас всех. Ну что, мать. А что, тоже Варик вот так свалить с контроши? Прикинуться сумасшедшим дебилом. Ну, пацаны сами себя закапывают. Что ж, это их проблемы. Давайте продолжим. О, братан, ты тоже свалил. И как тебе удалось? Аким, ну ты же понимаешь, что это все не по-настоящему. Чего не по-настоящему? Мне лично кажется, что контрольная очень даже настоящая. И нам надо подумать, у кого мы можем ее списать. Времени, если что, осталось 3 минуты. Ладно, если ты не можешь ничего вспомнить, тогда мне придется самому тебе вернуть память. Офигеть! Шайлуша Игзе стер нам память и засунул сюда. Наконец-то ты это вспомнил. Но зачем мы здесь? А вот это нам и предстоит узнать. Нам удалось получить местоположение киборга Арсения, 15-го Акима и вашей дочери. Отлично. Ну и где они? В мире под номером 9999. Далеко их закинуло. А в том мире есть моя копия? Да, только в том мире ваш клон не смог изобрести. Генератор полей и стал главой преступного синдиката. И это сойдет. Подготовить программу перемещения моего сознания в то тело. Живо! Приступаю. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Получается, те девчонки в классе это просто обычные школьницы? Ну да, кроме Сони и Гели. Они сюда попали вместе с нами. А еще тут есть Ксю. Ну или может быть ее аналог? Вот прикол. Ээээ, какая еще Ксю? Ксюша из 11-го А, но почему-то в этом мире она учительница химии. Вот та училка! Это и есть знаменитая Ксю? У меня просто не все нейронные связи восстановились, не всех пока вспомнил. Если есть хоть один шанс, что это оригинальная Ксю, то она поможет нам вытащить 9-й Бэйс Дифлисии. Пойдем-ка в класс, у меня есть одна идейка. О, мальчики, чего вы пришли в себя? А Ким с облегчением. Ой, и Арсений перестал быть придурком. Ну надо же, волшебство. А ну-ка быстренько начинайте писать контрольную. Ну давай, давай, иди, верни ей память, как мне вернул. Давай. А что, если она просто вариант оригинальный, Ксюша? А вдруг нет, иди попробуй. Вернуть память? О чем вы? А, я вижу, комедия продолжается. Арсений, видимо, заразил дебилизмом Акима. А Аким тебя случайно по носу не заразил? Давай, давай, шоу. Ты кто вообще такой? Бери руку. Ксения Вальдемаровна, что с вами? Девочка, какая я тебе Ксения Вальдемаровна? Совсем умщики кукуха поехала. Да че здесь происходит? Аким? Твою материю. Ну привет, Ксю. Давно не виделись. Значит, ты все-таки оригинал. Конечно, оригинал. А кто еще? Ксения, расскажи последнее, что ты помнишь. Меня и Эльграфы отправили в мир 504 для борьбы с сиреноголовыми. Но в том мире вдруг появился какой-то синий урод с мухомором на башке. И сказал мне, что я нарушаю баланс вселенной. А потом я оказалась здесь. Это был Шайлуша и Эгзел. Вот скотина. Ээээ, вы можете нам объяснить, что тут происходит? Какие Шайлишаи? Какие сиреноголовые? Вы че вообще несете? Это пранк какой-то? Без паники. Мы сейчас все вам объясним. И не Шайлишай, а Шайлушай. И не просто Шайлушай, а Шалушай Эгзе. Если ты жива, то это значит, что и весь остальной 11-й А жив. Ну конечно. Влада распределил нас по разным мирам для выполнения опасных заданий. Я извиняюсь. Вы делаете вид, что у нас тут нет? Мы хотим узнать, что тут происходит, черт побери. Сейчас узнаешь. Ах ты киборг вонючий. Ты снова предал меня и моего отца. Сейчас я зажгу тебя. Не поняла. Что? Не выходит? Похоже, в этом мире магия не работает. А кто это? Дочурка шефа. Столько крови нам попила. Иди сюда. Девочки, ущипните меня. Я че, сошла с ума? Короче, я понимаю, что все это звучит очень странно. Но в нашей мультивселенной есть много разных миров, в которых есть ваши точные, ну или почти точные копии. Но ваши оригинальные копии из нулевого мира сейчас находятся в заточении. И мы должны им помочь. А кто их отправил в заточение? Она. Че? Ядрыть. Спасибо, что вернул мне память. Теперь я уничтожу вас. Тут не работает магия. Вот блин. Ну а это кто такая? Да мы и сами не знаем. Вроде как сестра Лины. Я Ангелина Первая, правительница Адской Империи. И да, по совместительству сестра Лины. Это именно она заперла ребят в какой-то сифилисии. В дефлисии. Я их заперла в карманной тюрьме под названием Дефлисия. Ну так возвращай давай. А не могу, тут же не работает магия. Девочки, давайте пока Арсении и нас не тыкнул в висок, лучше сбежим отсюда. Побежали отсюда быстро. Может мы их вернем? Да ладно, без них даже лучше. Это ж местные копии, они ничего не умеют. И как вы выбираться отсюда собрались, умники? Очень просто. В меня встроен генератор полей. Нам не нужна магия. Отличные новости, потому что мой генератор полей остался в мире 504. Значит так, расклад такой. Я возвращаю нас в нулевой мир, а ты, Геля, возвращаешь наших друзей из дефлисии. Еще что? Ну тогда мы оставим вас двоих здесь навсегда. Ладно, ладно. Уговорили. Ну наконец-то. Судьба на нашей стороне. Аким, я бы на твоем месте так не радовалась. Мы же Cool Kids. У нас всегда все идет наперекосяк. Либо у нас коллективные галлюцинации, либо эти ребята реально из параллельной вселенной. И что нам теперь делать? Может позвоним в полицию? И что мы им скажем, что наша учительница и наши одноклассники оказались пришельцами из параллельной вселенной? Ну да, звучит как бред. Давайте просто вернемся к ним и все обсудим. Да ты же видишь, что им нет дела до нас. У них там какие-то шалушаи. А если у них это болезнь, то главное, чтобы мы не стали бредить, как они. Мне страшно. Хочу к маме с папой. Привет, девочки. А что это вы не на уроке? Вы еще кто такой? Это же местный криминальный авторитет. Мне папа про него рассказывал. Вообще-то авторитет, но не криминальный. И вообще я спонсор вашей школы. Пришел тут проверить, что тут у вас и как. Ксю, а что случилось с Эльграфом? Не знаю. Когда пришел этот шай-лушай, я была одна. Может он и ему стер память. А может и нет. И сейчас Эльграф, наверное, пытается меня найти. Капец. А вы как там? Как Аня, Шестая, Влад, Никита? Всех кого ты перечислила, больше нет с нами. Серьезно? Да. Но ничего, когда мы убьем шефа, в мультивселенной наконец-то воцарится мир. Да заходим, заходим, не стесняемся, заходим. Давай, я. Шованный крот. Папа? Это что, твой отец? Ба, кого я вижу? Оригинальная Ксю собственной персоной? Ой-ой-ой, кого я вижу? Оригинальный шеф собственной персоной. Ну, не совсем оригинальный. Я переместил свое сознание в местную версию. И, кстати, я кое-что могу. Смотрите. Он что, их грохнул? Ну, а зачем они нам? Это так. Бесполезные пустышки. Ну, они были личностями, а ты просто раздавил их, как тараканов. Ой, не гуинди. Собирайся, мы отправляемся домой. В 3023 год. Я никуда не пойду. Это еще почему? Ты используешь меня, как живое оружие. Тебе плевать на меня и на мою жизнь. Ты лишь хочешь захватить всю мультивселенную и устранить конкурентов. И только для этого тебе нужна я. Что за бред? Это она тебе промыла мозги? Я не промывала ей мозги, а лишь открыла глаза на правду. Твой генератор сейчас работает? Ну да. Пока они спорят, срочно перемести сюда какое-нибудь чудовище. Чтобы оно их отвлекло. И они не погнали за нами по мирам, когда мы свалим отсюда. Понял тебя. Выполняю. Капец! Опять этот водяной! Это еще кто? Я такого не создавал. Это что еще за водяное существо? Я Уэйт Риппл. Вы убили мою Эмбер. И ответите за это. Арсений, ты что смеешься? Это по-твоему чудовище, которое сможет удержать шефа? И кстати, Уэйт, это не мы убили Эмбер. Это сделал девятый Бен. Ничего не хочу слышать. Сейчас мы узнаем, насколько долго вы не сможете дышать под водой. Ееееееееееееее! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok